Мы тут будем до ночи, у нас программа еще хорошая будет, мы уже опаздываем. Итак, мы начинаем, ребят, начинаем, садитесь. Спасибо, спасибо, все сели, садитесь. Есть какие-то? Есть, ну все, все, все. Господа, пожалуйста, займитесь своим местом, согласно купленным билетам. Ира, садись. Начинаем, раз, два, три. А вот начнем мы неожиданно с Парижа. Хочу в Париж, жена кричит опять, а что опять, я не был там ни разу. На Парижангу с ихней башней поплевать, но вновь мечта накрылась медным тазом. Ну, тогда пройдемся по Европе. Душа рвалась в Берлин, в Гаабу, в Ниццу, навстречу с архи нужными людьми. Но физконтроль суровый, черт возьми, на выходе из нашей психбольницы. Тогда в тему. И рифмы эти, словно пташки, не устают из уст слетать. Жаль, что в смирительной рубашке их невозможно записать. Да, поэт везде остается поэтом. Я в поэзии просто волчица. В ритмах Пушкин, Сократ в содержании. Отличать бы еще на ловчиться вдохновение от недержания. Недержание это уже графоманией называется. Графоману. Говорят, что прилетели грачи. Только праздновать весну не спеши. Если можешь промолчать, промолчи. Если можешь не писать, не пиши. Да, гения графоману обозвать, между прочим, каждый может. Не поняли стихов моих подружки. Вновь убеждаюсь, гений одинок. Пойду в Силипо, куплю пакет лаврушки. Опять самой себе пристили ног. Ну, мужчин-поэтов тоже не часто понимают. Для вас писал стихотворение, но вас не трогает никак. Ни божество, ни вдохновение, ни джим, ни водка, ни коньяк. Ну, конечно, если такими методами. Зачем же ты меня всю ночь усердно подчивал абсентом? Теперь действительно, бревно звучит почти что комплиментом. О, тема алкоголя пошла. СМС-ка написана в конце апреля. Пишу тебе в душе скорбя. Мы не увидимся в апреле. Мне из-за поя до тебя идти примерно две недели. Ну, действительно, куда нам без винных порог? Я так устала. Мне поспать бы малость. Истяк задор, закончился кураж. Все формулы любви открыть пыталась. А вышла вновь С2Н5ОН. А на утро что? О вас я помню ежечасно. Светило вас затмит едва ли. Мадам, вы так сейчас прекрасны. Наверное, вы вчера бухали? Да что вы понимаете? Знаете ли вы, чья мысль ясна, Принципы тверды, суждения, хлестки, Как непросто даме скотуна создавать подобие прически? Кто о чем? Дамы о прическе, мужчины о бороде. Борода-то есть? Есть. Вот была бы большая борода, А не так козлиная бородка. Не страшна бы мне была тогда Пущенная в челюсть сковородка. Да что же вы так сковородок-то все боитесь? Если вам во сне не очень крутко Теща погрозила сковородкой, Не ищите за собой вины. Ждите приглашений до блины. О, дела семейные пошли. Ко мне фортуна, Всякий раз спиной. Меня-то дома не было два дня, А ты лежишь в постели не со мной. Чем огорчаешь, милая, меня? Ты что же, родная, делаешь со мной? В твоих словах сквозит сплошная ложь. Одна не можешь? Страшно? Боже мой! Наверное, скоро и курить начнешь. Вот было бы о чем говорить вообще. Заладили. Неверная жена, А ведь ее в пример поставь, Любому. Она же всем любовникам верна. Особенно второму и седьмому. Ну, я в этом в целом согласен. Твержу я о знакомой, Без устатку, Что в мире стойче нет ее и тверже. Любовников меняет, как перчатки. Однако муж у нее один и тот же. Что мы все о женщинах? Мужчины-то каковы? Слопал борщ, котлеты и коньяк. Трахнул пару раз. И типа будя. Дрыхнет. А пугали, что маньяк. Ну вот разве можно верить людям? Да, мы такие коварные. Вот из разговора двух женщин. Мужчине верить, дорогая, Не надо, чтобы он не плел. Поверила, лежу, ногая, А он, скотина, не пришел. Ладно, ладно. Спокойно абсолютно. Все простила. Да, милый, да. Дышу уже пореже. Точу мачете, улыбаясь смело. Где хошь найду и горло перережу. Точно, точно. Я такой же. Я вам желать не стану смерти. И то долго помнить зла не буду. Я не злопамятен. Поверьте, я отомщу и все забуду. Мне мужчинок всех жалко, да дрожи. Да стесни, не в груди, чё ты возьми. На кого же они все так похожи? А могли бы быть тоже людьми. Пожалела нас, да? Молодец. Да, жены-стервы. Но не только, хочу сказать, не только жены. Все бабы-стервы. Вон их сколько. И что я в вас такой влюблённый? Так я же вас тоже на самом деле люблю. Люблю мужчин нормальной любовью. За что любить додумалась сама. От них ведь польза как-никак здоровью. И очень много пищи для ума. А чё нас не любить-то? Вот с женщинами сложнее. Глаза, как космос. И походка от бедра. Меня сразили. И с того же дня Образовалась чёрная дыра В кармане и на счёте у меня. Ну вот, вечно вы всё преувеличиваете. Хочешь сделать счастливой меня, дорогой? Это просто. Ты, главное, помни основы. Мне для счастья достаточно вещи одной. Только пусть эта вещь каждый день будет новой. Только о себе. Когда жена в семье одна, Представьте, так бывает, То эгоистка она обычно вырастает. Вот вовсе не только о себе. Мы и о другом можем. К чему все эти гневные слова? Ты, дорогой, в пустую тратишь силы. Да и сегодня снова. Голова. Но ведь болит не просто. А России. Да уж, Родину без головной боли Любить бывает порою сложно. Как только за границу дверь Открою. Любовь к отчизне Чистая, святая. Как мне не стыдно, Почему-то тает. Уменьшилась уже примерно втрое. Ну вот видишь, Мы с чего начали? За границей тема закончили. Да, точно. С Парижа. Заканчивались. Мы сделали кругосветное путешествие. Спасибо. Спасибо. Следующий номер нашей программы Наша подруга замечательная И по творчеству, И по жизни вообще Надя Межова-Деглина Город Черноголовка. Спасибо, Володя. Это было очень милым. Вечно они стоят выше, чем мне надо. Спасибо. Сейчас я дам насладиться Друзьям друг другу. Молодцы. Однозначно. А теперь я с вами. Да я такая, Да я королева, В сиянии чистоты И ясных глаз. Да я от мужа Не хожу налево. Я лучше выйду замуж пару раз. Души натянуты колки Во всех дворах и улочках Такие ходят дураки, Что я теряюсь дурочкой. Кто б меня погладил нежно, Я б сказала, Муром, За кошком Месяц Снежный, Холодно, Угрём. Кто б сказал, Красивой тётя, Что готов на всё? Что ж вы, принцы, Не идёте? Где вас Бог Повсёт? Раздаёт ли вас По квоте И по одному? Мой-то, принц, Всё на работе, Некогда ему. Как чешется, Не глянешь, дорогая, И чук мне свой подставил Вроде кошки. Да ладно, милый, Это не рога, Я сказала бы, Это маленькие рожки. Нам для счастья Вечно кто-то нужен. То жилет, То крепкое плечо. Я б хотела старость Встретить с мужем. Средний возраст С кем-нибудь ищем. Нет к жизни Ни пароля, Ни логина, Пандора без ключей В аду горит. Что делать, Если я филологиня, А мой мужчина Ихний, Говорит. Всё нам казалось Жлобством и потехой, Пока к свиданию Путь мой из меня Мой немилый В телефон не бросил. Ехай! Чем переехал Собственно меня. И не было бы В чувствах тех Прогресса, Но Яндекс.Поиск Пищи дал уму. Что делать, Если баба Поэтесса? Спросил директ. Сочувствовать ему. Ну, собственно, Чуть-чуть новенького. Действительно, В последнее время Как-то так писать Стало всё труднее. У меня было Такое стихотворение, Всё такое, Всё такое, Все из себя. Ешь шоколад, Ешь талия голод, Проснись и слушай, Мой любимый город, И удивись проказница своей. В общем, слушай. Долой все эти фантики И блеск Зубами рвать с тебя За слоем слой. Сомнения и страхи В дальний лес, Волной желаний Вомут с головой. Гармония твоих Квадратных форм Меня манит, Бросает в жар и дрожь. Под пальчиками таешь, Таешь, ждёшь Бабаевский С дроблённым миндалём. Тут все решат, Что это ты и есть. Тебе неровнее, Сладкий супермен. Но, слышишь, На часах пробило шесть, А перед сном Я сладкого не ем. Не доверяю я мужчинам В горячем Сочи вечеру, Но плыл спасать Грибков маршинным И утверждал, Что я умру Ни где-то на публичном сайте, Ни на концерте, Ни в кино, Но у буйка. И я Спасайте! Ему смеясь кивнула. Но, Казалось бы, Он был у цели, И море Пшикнуло Волной. Тут Мой спаситель Двинул К мели, Не познакомившись Со мной. О юбилярах Ну, я посвящала, Но у меня все-таки Вот Танюха Мы прямо и в жизни Подружки Все Володю я просто люблю Сегодня без поэм Вот Да Тем более у нее там Жена рядом Астанька И мы договоримся Да, Вадим? Да, Вадим Приходите, приходите У нее такие руки Что с мужчин Сбегают брюки У нее такие взгляды Что соперницы Не рады У нее любовь такая Что завистники Икают У нее талантом Море Графоманом Глупом Горе Что еще Скажу о ближнем Не хватает Бюста В Нижнем Танечка у нас Из Нижнего Новгорода И слава богу Все наши нам Спасибо большое Аплодисменты Татьяна Кравминецна Продолжает наш вечер Второй заход Ударный Сейчас для всех малюсенький ликбез Когда Господь создать задумал даму Он взял конкретно то ребро дамы В которое успел вселиться бес Будем считать вот это четверостишее Которое у меня буквально сегодня вот родилось В качестве эпиграфа К второй части моего выступления Которое я так и назвала Бес в репре поданного И начну, Надюш, ты просто даже не знала Насколько ты в тему попала с этим бюстом Потому что начну я с патриотической фантазии Со своей любимой Мне на родину Я же народный герой Бюст прислали В волнении снимали фанеру Вместо пятого бронзы отлили Второй Что такое? Я требую бюст по размеру Собиралась строчить обличительный стих Но мне родина тихо и строго сказала Из-за вас, нестандартных героев таких У меня у страны не хватает металла Что ж ты раньше молчала об этом, страна? Ну стеснялась сказать, намекнула хотя бы Да понятно, бабла у тебя нихрена Ну всегда же есть в наличии русские бабы Помню, кто-то железный меня называл Он наврал Я стальная, примите поправку И уж если стране нужен прочный металл Я себя вместе с бюстом отдам в переплавку Закалён мой характер десятки горнил Есть железные нервы, лужёное горло Кто уж там о гвоздях из людей говорил Из меня можно делать отличные свёрла Покоряться тем свёрлом кирпич и бетон Брус, вагонка, доска, ДВП, черепица На почин мой откликнется баб миллион Кто от жизни такой в переплавку стремится Соберут в мою честь поминальный фуршет Будут только свои Стинг, Вишневский, Мелл Гибсон Хор турецкого, Чаев, Масляков и Башмед Ну а бюст, пятый номер Ваяйте из гипса Ну и продолжаю без прибыли буйствовать Куда он только не заводит меня в моих птических фантазиях Вот одна из таких фантазий на тему песни Катюша Той самой, где поплыли туманы над рекой Как мы все помним Тихотворение называется Катюша и туманность Андромеды Распушились кружевные рюши На обширной девичьей груди Выходной сегодня у Катюши Хошь не хошь, а надо, выходи Слякать, морось и большие лужи Даже снег местами не сошел И туман Но это для Катюши То бы мог подумать Хорошо Ей в тумане жить намного проще Про Катюшу люди говорят, что она красивее на ощупь Чем на первый и последний взгляд Чем пугать прохожих в переулке Лучше песни петь на берегу И Катюша вышла на прогулку Дабы мыслям дать простору мозгу Но в тумане странные порядки Там идешь с природой заодно А навстречу ежики, лошадки Маркин Вова, немцы и кино Вова Маркин едет на трамвай Из-за тумана не пойми куда Ему кондуктор не мешает С девушкой прощаться навсегда Немцы с криком «Отасист фантастиш» Из карманов достают ножи А лошадка непонятной масти ржет Над чем-то с ежиком воржи Покрутила у виска Катюша И пошла, качая головой На границу меж водой и сушей На высокий берег, на крутой Стала песню петь, какую знала Призонав с галактикой вошла Тут же по космическим каналам Ей прислали сизого орла Прилетел за Катей гуманоид Темно-сизый сам, орлиный нос И к себе на дальний астероид На ракете девушку увез Там на берегу остались кедры Но Катюша не грустит о том Для нее туманность Андромеды Навсегда теперь родимый дом Сизый муж ужасно? Не скажите Клювы, перья, красные усы Ну и что, зато большой Ценитель неземной Катюшиной красы Вывод Даже если неизменно На людей ты набиваешь жуть Мало ли эталонов во вселенной Совпадешь и ты с каким-нибудь Дальше немножко коротенького Дальше шею цикла под названием «Женское» Мечта Вот вы под Новый год о чем мечтали? А я костюм хотела, карнавальный Простой, без навороченных деталей Естественный, из норки натуральной Дела домашние С утра, отметив в зеркале Изгиб осиной талии Объем груди внушительный Припухлость нежных губ Я шкафчик передвинула Трехдверный из Италии И занялась заменой водопроводных труб Да, многое мы женщины Можешь, но и все, к сожалению Да я бы могла и коня на скаку И ввызбу горящую смело Но вот проиграл ЦСКА с партаку А я помешать, не судьбе Достаточно давно был написан Цикл Сада Маза Валентинки Весь цикл его зачитывать не буду Но кое-что, да Кое-чем поделюсь Итак, Сада Маза Валентинка подарочная Обошла я 25 магазинов Но подарочек нашла подходящий Все же праздник, как-никак, Валентина Это нож для кулки льда Настоящий Помнишь свой любимый фильм с Шаренского? Там такой же был Но мой пастрее А герой там главный, тот еще клоун Ну немедленно, раздевайся быстрее Что трясешься на себя непохожим? Я же люблю тебя Ты что, испугался? Просто я тебя сейчас изничтожен Чтоб ты больше никому не достался Приглезно Экономная Разрубить бы тебя тесаком Доставать бы потом по кусочку Потому что тебя целиком Очень трудно любить в одиночку Еще добавим жесткости из воспоминаний А я в тебе любила Ребер хруст И тонкий треск Постреленной коленки И схлип мозгов Стекающих по стенке Мне гали люди Что твой череп пуст Почти продолжает тему Но помягче Кара небесная Называется стихотворением Я с тобой навсегда Я везде и повсюду Я единственный правильно выбранный путь Сотворение была, пребываю и буду Ты и правда хотел из меня ускользнуть Ты пытался заснуть Я твои сновидения Ты проснулся Я утренний свет Из окон Постоянно Как этой планеты движения Неизменно Как и Ньютона Первый закон Ты стремился В победе Я цель и награда Ты томился От жажды Я влаги Глоток Ты нырнул в океан Я волна И прохлада Ты укрылся В пустыне Я зной И песок Уходил Я звездой Путеводной Сияла Улетал Это я Те два мощных Крыла Уплывал Я махала Рукой С причала Исчезал Но я снова Тебя создала Ты устал От своей беготни Недостойной И в смятенье Призвал свою кару С небес И услышал Сейчас же Мой голос Спокойный Не ори Минами Я давно уже Здесь Беск Продолжает Душевать Объявляем Войну Стандартам 90 60 90 Не по мне Этот жесткий Шаблон Тут я Можно сказать Переросток Да и ты Не вполне Эталон Не свистишь Про высокие Страсти Не пытаешься В душу Залезть И простой Как соседское Здрасти В этом В этом Тоже Изюминка Есть Не бывает С тобой Как по нотам Забываешь То гост То устав Да и правил Не знаешь Чего там То и дело Лишаешься Прав Но зато Если вдруг Попрошу я Перевесить ковер На стене С нарушением Законов Пеншуя Ты меня Понимаешь Вполне Мы в гостиную Строим Кладовку И на кухне Поставим кровать В день рождения Сварим перловку Чтоб друзей И родных Угощать Жизнь Не зря По ноге Нас связала Мы такого Накрутим Вдвоем Всем стандартам Дадим По сусалам Камасутру И ту переврем Ну и не могу Не обратиться К своему Любимому жанру От нас Тишей Про который Наташа Так хорошо Который нам Наташа Так хорошо Представила Я действительно Тишу От нас Тишей Как-то все Меньше и меньше Но накоплен Некоторый багаж Буквально Несколько Выдержит Нашел меня Теперь попробуй Спрячься Ваш родственник Да Мой внебрачный муж Вам кроме Как на мне Нельзя Жениться Ведь кто-то Должен Тратить Ваши деньги Терпи Любимый Я же К тебе Привыкла Да Я тебе Верна И очень Часто А я Вернусь Ты даже Не надейся Он Он так Меня Любил Пришлось Проснуться Размер Имел Сегодня Ряд Значений В кустах Мы сможем Даже Без Рояля Да Я тебя Люблю Иди Готовься И Закончу Вторую часть Своего Вступления Одним Из Любимых Сих Творений Жестокий Романс Ах Месье Ах Месье Вы Мазутом Заляпали Ватник И к тому Что ненароком Вступили В навоз И поэтому Вас Не могу Целовать Я как бывало Безудержно Страстно В засос Ах Месье Вы Соляркой Забрызгали Чунья И потому Что забыли Портянки Сменить Потому Сценовало Смотреть Полнолунье Вы Похоже Отправитесь На Чай Дни Ах Месье Ваша Речь Перегружена Матом И к тому Ж язык Заплетается Ваш Потому Остается Увы Непонятный Для меня Ваши мысли Изящный Вираж Ах Месье Отложите Пожалуйста Вилы Ни к чему Так ужасно Очами Вращать Ах Ах Как могла Я Назвать Вас Дебилом Что Имели Ввиду Воскликнувший Ща Ах Месье Сколько В вас Необузданной Страсти Но Когда Вас Вазик Пытались Спихнуть Несогласие Своё Представителем Власти Вам Высказывать Стоило Мягче Чуть Чуть Ах Месье От меня Вы Теперь Так Далече Остаюсь Безутешно В родимом Краю Перед Вашим Портретом Затеплила Свечи Гематома Лечу И романсы Пою Спасибо Мои Драги Я Представлю Следующего Участника Нашего Концерта Из Афористичной Возвышенной Сферы Где Гений Все Разумеется Чисто Явился Вадим По фамилии Зберев Как Уполномоченный От афориста Встречаем Спасибо Танюш Правда Конечно Немного Запугал Своими Садом Азовалентинками Подумаешь И с этой Женщиной Темными Переулками К Нагорной Идти Конечно Страшновато Страшновато Но для начала Я естественно Хотел бы Поздравить Двух Замечательных Людей С их Хвостатыми Юбилеями Вот Они действительно Замечательные Талантливые Я их очень Люблю И уважаю Ну Володя Больше уважаю Таню Больше люблю Но я надеюсь Вернее Я практически уверен Что в зале Есть люди Которые заметили Что наши Юбилеры Разнополые А это Это в общем Как провоцирует Гендерную тематику Как известно Мужчины и женщины Они имеют На вещи Разные взгляды И вот К юбилею Мужчина и женщина Конечно Порой Противоположные Отношения Ну вот Например Для женщины Важно Как она будет Выглядеть В день Юбилея Для мужчины Как он будет Выглядеть После юбилея Женщина Опасается Что к концу Юбилея Она будет Не слишком Хороша А мужчина Что он Будет Слишком Хорош Ведь женщины Праздуют Юбилей Всегда Как в первый раз Мужчины Как в последний Поэтому Почти каждый Юбилей Женщина Не может Забыть А мужчина Не может Вспомнить Женщине Чтобы юбилей Запомнился Нужно много Цветы Подарки Веселье Мужчине Нужно Только одно Не пить Юбилейные Годы Это богатство Которое Мужчины Иногда Демонстрируют А женщины Почти всегда Прячут Поэтому С каждым Юбилеем Мужчина Становится Старше А женщина Моложе Известно Что двойной Юбилей Для мужчины Это 40 лет Со дня рождения И 20 лет Трудовой деятельности Для женщины Это 40 лет Трудовой деятельности И 20 лет Со дня рождения Для женщины Самый желанный Подарок На юбилей Это шуба От любимого мужчины Для мужчины Это деньги На шубу Для любимой Женщины Для женщины Самый нелюбимый Подарок На юбилей Это весы Для мужчины Рулетка Самые заказываемые Мужчинами Я на тебе Никогда не женюсь Женщинами Музыка Нас связала Мужчинами Я свободен Ну и все-таки Несмотря на очевидные Различия И для мужчины Для женщины Юбилей Вещь полезная Потому что Известно Чем больше у вас Юбилеев Тем дольше Вы проживете Ну и Продолжая Собственно говоря Тему Различия Так сказать Полов Которые Вообще говоря В основном Связаны Конечно Со своеобразием Мышлений Причем Исключительно Женского Хотя И мужчины Свообразные Поэтому Сейчас Такие две Коротенькие Истории Которые Как раз Это иллюстрируют Обе реальные Обе транспортные Одна Женская Такая Другая Мужская Первая Женская Как-то В метро Ко мне Побегает Девушка И говорит Как мне Проехать На станцию Автошинная Я говорю Знаете У нас Нет такой Станции Автошинная Она говорит Ну я-то Точно знаю Что есть Я говорю Девушка Ну я 50 лет Уже живу В Москве И точно знаю Но нет Такой станции Автошинная Она говорит Ну а я-то Точно знаю Что такая Станция Есть Тут меня Сняет Я говорю Может быть Авиамоторная Она говорит Точно Но я же Говорил Что есть Вот Но Оказывается И мужчина Тоже Вот такая Мужская История Тоже Транспортная Как-то Я в электричке Ехал Ко мне Плюхается На сиденье Малыш И сразу Начинает От меня Ушла жена Я ее так Любил Она была Для меня всем И солнцем И светом И воздухом Я все для нее делал Зарабатывал деньги Ездил В командировки Ну все А тут приезжаю А квартира пуста Она ушла Забрала с собой Магнитофон Ковер Котенка Котенок Это маленький Такой был Пушистый Я его из блюдечки Кормил Мы так с ним дружили А она вот так Ушла сама И забрала котенка Ну как она могла Так поступить Я говорю Ну что ты разнулся Ну ты что хочешь Чтобы она вернулась Говорит Да, да Я очень Очень хочу Чтобы она вернулась Потом так немного Задумался И так Как-то рассудительно Добавил Ну или хотя бы Вернула ковер Вот такие вот Да Своеобразие мужчин Так что Ребят Сегодня вы были На самом деле Единым целым На это Нас радовали С вами выступления Поэтому будьте Молоды Счастливы Талантливы Спасибо ребят А сейчас на сцене Опять Владимир Городейский Аплодейский Аплодейский Сегодня я получил Из Украины Поздравление С будущим днем рождения Такой Анатолий Борчан Хороший поэт очень Мы с ним познакомились на одном из фестиваля Он написал Ты на работе скромен из приличия Потомки все поймут и оправдают Нет у тебя и мании величия Ведь гении, блин, этими страдают Пора, мне кажется, порядок навести Круг информации расширить при рождении И в книгу Гиннеса Тебя таки внести Как не имеющего шансов на вхождение Я ему ответил тут же Не только можно, но и нужно Внести меня Вопрос лишь в том Чтоб вдруг под гопли Чьи-то дружно Меня не вынесли потом Я начну с стихотворения Потом спою вам Я хочу прочесть стихотворение Которое, видимо, скорости уже читать будет нельзя Потому что оно связано с политикой И люди уходят Вот, как бы, Обама на выходе Да? Ну, скоро Иоланда туда же И так далее Ну, вот, не знаю, Меркель Главная героиня стихотворения Может и продержится Стих называется Письмо фрау Меркель Херу Путину С просьбой Включить Германию В состав Российской Федерации Ну, после Крыма Выпив шнапсу Меркель фрау Вдруг обиду затая Закричала громко Вау! Крым в России! Как же я! Как же я! А как же немцы! Как родная Патерленд Мы же вам не иноземцы Тоже хочем хэппи-энд Все царицы ваши Наши Ленин бывший наш шпион Просим нас зачислить в Рашу Без претензий на трон Мы ЕЛС пошлем подальше Надоело всех кормить Любим вас почти без фальши И согласны с вами жить Да мы знаем, что в Россию Очередь вообще от нас Чем скажите, мама мия Итальянцы лучше нас Чем нас лучше уруглайцы Со столицы их берут Неужели и китайцы В федерацию войдут Почему они засранцы На прием впервые нас Почему потом германцы А сначала гондурас Ну, монголы и чухонцы Были вашими давно Только нафиг вам эстонцы Неужели все равно Если хочет в побратимы Севастополь или Крым Побратимов лучше Крыма Для себя мы не хотим Мы же были там недавно Пронеслось десятка в семь Там рассказывали славно Правда страшно было в семь Верю я, а ланд Французы на прием стоят за мной Только нафиг вам абуза Типа Латвия слепой Что касается Обамы Я признаюсь вам сейчас Доверительно и прямо Что Обама хуже вас Больше мне не интересен Этот черный кавалер Захотелось русских песен Только с вами Путин хэр Ваш парламент Без дискуссий Быстро сможет нас принять Против Райтна Против Пусси Ждем и верим В вашу мать А сейчас хочется почитать И попеть В общем, к пародиям я перехожу Замечательная поэтесса Маша Дубяковская Которую вы, может быть, на сайтах разных Видите под ником Сестры Карамазовой Написала такие строки Неуклюже Назвать стихотворение у нее Язык знаков Неуклюже Придвинувшись боком Ваши планы Серьезными Былили Вы, графинчики Вишневого сока На меня Опрометчиво Вылили Вы скользете мне Взглядом по бюсту Так застенчив И так горделив И в порыве Ответного чувства Я на вас Опрокину Подлив Мы сидели вдвоем В ресторане Вечер плыл Правда, было не поздно Я, конечно же, знал все заранее И мои планы были серьезные Я по бюсту скользил ненароком А даровать взгляд тогда мог едва ли И бокалы вишневого сока На столе под рукою стояли А на мне был костюм от Версачи В их стервелом С бывающим взором Каждый день просыпаюсь и плачу И забуду, конечно, не скоро Вдруг заплакали тихо волкорны Скрипки вторили Дивная дива Вы, любя Утверждения спорно Вдруг меня Окатили подливом На меня Вдруг нахлынули чувства Я на вас в нем сок неумела Исключительно Ради искусства Как же красное Классно На белом Время мчится Как снежная вьюга Годы словно Страницы листаем И живя Вдалеке Друг от друга Мы о вечере Дом Вспоминаем Один поэт Питерский Его зовут Юрий Фамилию я просто не знаю Написал Такие стихи Проплывал А он написал Да На забытом Богом островке Время никого Давно не лечит Проплывет подлодка Вдалеке Не желая С Робинзоном Встречи Пятница Тринадцать Вот в чем соль Старые Приколы Голливуда Где же ты Прекрасная Ассоль Забери его Скорее Отсюда Там вот Робинзон Круто Получилась такая пародия Проплывал в подлодке Как-то раз Перископ подняв Смотрю на берег Был далек от мысли Что сейчас Я открою миру 100 Америк Но одну Действительно открыл Перископ Увидев Робинзона Не один А с пятницей Он был Неприлично Издавая стоны К перископу Подозвал Ассоль Заберем Смотри Какие муки А она Превозмогая боль Ни за что Пусть остаются Суки Следующее Стихотворение Замечательная Московка Бойтесса Наташа Киселева Написала Такие стихи Я до тебя Была красавицей Здоровой И самоуверенной Такие ведь Мужчина нравится Но я ждала тебя Намеренно Теперь хожу По поликлиникам И лоб морщинками Отметился Смотрю на мир Глазами циника А ты мне Гад Так и не встретился Когда была ты С Америки Не помню Какого города Александр Долинов Меня спросил Один военный В руках Фуражку Теребя За что Скажи мне Откровенно Так любят Девушки Тебя Но я секрет Тебе открою И вот и в тайне Сохрани Мы любим Девушек Порою За то что Женщины Они Ответ такой Один военный Как военный Я не мог Пропустить Один военный Да Наверное Такой вопрос Задать бы мог Все же остальные Так же верно Все сами знают Видит Бог И мы Небесную работу Махнем Не глядя На подруг А первым делом Самолеты Пропагандистский Подлый Трюк Я с вашим Доводом Согласен И тут мы С вами Не одни Мы любим Дам Тут перец Ясен За то что Женщины Про футбол Когда наши Продули У Эльса Помните Этим летом Со страшным счетом Позор был Такой Вот Хигай У нас знает Он же болельщик Вчера С позором В пропасть Бали Надежды Наши На медали Игру У Эльсу Мы Игру У Эльсу Проиграли Товарищ Слуцкий Так нельзя Вам надо Было В наши Гранды Что где Когда Всю вашу Банду А на футбол Послать команду Под предводительством Друзья Если вы Помните Они накануне Отъезда На чемпионат Они Сыграли В игре Что где Когда Все в бабочках Такие Элегантные Вообще Выиграли Мне Ответили из Израиля Михаил Сикар Вчера сидели Я и Лола Вникая В таинство Футбола Продули Всем Конец Футболу Из горя Я Проникнул В Лолу Я ему Ответил Тоже Когда же Вник Футбола Суть Я робко Взял ее За грудь Поняв Когда был Первый Гол Что Лола Лучше Чем Футбол Как сладко Было Боже Мой Когда забили Мы второй А с третьим Голом Вместе с ней Переключились На хоккей Георгий Фрункер Тоже Американец Мне надоел Некрасовский Синдром Жену Не буду Брать На ипподром Она Опять Расстроила Меня Остановила Не того Коня Маяш Увидев Вдруг Горящий Дом Не чуя Ног В него Бежит Бегом Если нет Горящих Каждый год Специально Паруист Вновь подошел Ну и Пародия Дружеская Что ли Сочинение На стихи Моего друга Юрия Викторова Которого вы Слышали в начале вечера Он написал Такую Идиллическую вещь Я представляю Он сидит На веранде ресторана И все наблюдает Он написал Такую вещь Под тихий Шепот Фортепьяно Со мной Играет Солнце Бликом Я на веранде Ресторана Жду Кофе Сливки И клубнику На синеве Небес Бездонных Все смотрится Весьма Гомурно И даже Вечные Вороны Уместные И слегка Ажурные Скользит Неспешно Мимо лодка А в ней Студентик Тонкашеи Кадрит Невинную Красотку И я За паренька Болею Два тихих Милиционера На удивление Гармонично Писались в антураж Пленера Ведя себя Вполне прилично И в этот малый Промежуток Мир так наивен И беспечен Что я пишу Без всяких шуток Какой прекрасный Летний Вечер Красиво Тут нельзя было По одной строчке Читать Как в других Поэтому Юра Я прочел Не знаю как Но я написал У него Паренька называется Подтихий Шепот Фортепиано А мое называется Подсаксофона Завывание Подсаксофона Завывание Сидели Воробьи На ветке След Оставляя Пребывание На белой Кофточке Брюнетке Я слов таких Не знаю даже Что вслед Им барышня Кричала Но вот Для полноты Пейзажа Чего-то Все же Не хватало Напротив Живописец Юный Писал Крутил С подружкой Амуры Нет Не мешали Ему струны С натуры Рисовал Купюры Мне подарил Я расплатился За водку И окрошку С квасом Сидел И мысленно Гордился Вдруг Это будущий Пикассо Ночью Заплакали Волторны Среди Монерного Ленера Таджика Вытрясли По полной Два тихих Милиционера Под трепет Струн Смычка И скрипки Под фортепенные Аккорды Узбека Ободрав Как липку Они ему Набили Морду Под бу-бу-бу От контрабаса Я улыбаюсь Глядя в лужу Внутри меня Окрошка С квасом Урчит И просится Наружу И было Все Так Гармонично И так Ласкало Глаз Поэта Что я И это Символично Все Писал В стихах Про это Ну и Закончу Я Своё выступление Песенка Песенка В общем Автобиографическая Ну Собственно Гаря И посвящается Конечно На На Тебе Пошел Со Свет Нет Другая Там На Тебе Сошелся Свет Клином Перекошенный Ты За Столько Лет Уже Для Меня Родня Да Чего Ты Сердишься На Меня Хорошая Ягодка Моя Любим Любим Моя Да Чего Ж Ты Сердишься На Меня Хорошая Ягодка Моя Любим Любим Моя Привели Меня К тебе Прямо В день Рождения Я Я Свет По Обещал Коз Моя Для Тебя И На Следующий День Сделал Предложение Ягодка Моя Любим Любим Моя И На Следующий День Сделал Предложение Ягодка Моя Любим Любим Моя Сейчас Ты Владим До Сих Пор И Сейчас Красавица Согласилась Помню Был Я От Счастья В Общем Мир В Основном Жизнь С Тобую Нравится Ягодка Моя Любим Любим Моя В Общем Мир В Основном Жизнь С Тобую Нравится Ягодка Моя Любим Любим Моя Сейчас Блондинок Полон Дом Всех Ростов И Возраста Вот Такая У Меня Классная Семья А Собаку Черную Перекрасим Попросту Ты Согласна Милая Любим Моя Песню Согласился Спеть С Другом Мехлюковым Я Но Ты Знаешь Он Подбер Жаль Не знаю Я Но Зато Куплю Тебе Скоро Шубу Новую Подожди Еще Чуть Чуть И Бах Я Что Тебе Еще Сказать Я Спрошу Участлива То Что В космос Не Слетал Ты Прости Меня Мы Без Космоса С тобой Жизнь Прожили Счастлива Ягодка Моя Любим Любим Моя Тебе Пошелся Свет Клином Перекошенным Ты За Столько Лет Уже Для Меня Родня Так Чего Ж Ты Сердишься На Меня Хорошая Ягодка Моя Любим Моя Спасибо Большое Я хочу Насколько Пригласить Своего Друга Человека С патологическим Чувством Юмора У него День Рождения 18 Августа Это Старый Праздник День Авиации В день Авиации Рожденный Когда Поет Так Просто Рай Корейский Разум Просвещенный На сцене Александр Хигай Спасибо 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 За Эпиграф Замечательно За Представление Знаете Очень трудно Выступать Практически В конце Вечера Потому что Переполняет Эмоции Ну и при этом Конечно Выпиваешь И Вот состояние Сейчас такое Эмоционально Прибитое Я бы сказал Контрасты Не знаю А после Последней песни Вот я же рядом С супругой Прям находился Прям скупая Корейская Мужская Срезайте Лапы И В груди По-разному Практически Не успел Я не успел Нового Тут просто Я поборюсь Как бы Старое Это не забыть Вот Поэтому И знаете Что Вот В качестве Такого Песенного Подарка Для наших Бенефициантов И для нас Всех Из нашей Общей С ними И с вами С соногими Которые Сейчас В зале Находятся Такой Счастливой Социалистической Юности Песня Значит Не пел Ее С прошлого Века Песня Про поэта Вот есть У меня Такая В репертуаре Сейчас Попробую Ее Как бы Воспроизвести Про сущность Поэтическую Поэт мечтает О селе О ем родимом О землице Поэт мечтает О селе А сочертела Жизнь в ту лице По жизни Ясной И простой Поэт Кручинец Мечтает Ведь О глядитесь О молодой Ему Простору Не хватает Ведь Это Что Женый День Он Видит Ясным Ясным Взглядом И Покусившись 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 А много А много ли нам Для счастья Надо Эх Хорошо же Жить В себе Как сладко Спать На сеновале Поэт мечтает О селе Поэт Сидит В национале Ну и конечно Нельзя пройти мимо темы любви Поскольку Сегодня Особенно в исполнении Наших замечательных Поэтесс Если можно так По-русски Правильно Поэтесс Да Вот Вот эта тема Горяча Вне зависимости Всегда Горяча Вот Песня Называется Пьяная Сиренада Ну и вы знаете Да Что для многих Особенно для мужчин Алкоголь является Неким таким Стимулом Если можно так сказать Правильно Грамматически Для проявлений Всяческих Любовных И Как-то Смелее Становишься Красивее Безрассудней И вот От лица Такого человека Следующая письма Из светлых Вельной Вы всегда Надо мною Смеялись Навоялись Я пьянством Больной Вас пугал И в кругах Под глазами Размотрел Я кольщину Я уйду Я уйду Вы не плачьте Малют Знать Напомнила Вам Сирена Сирена Что я пьян Что я Ваш Что Люблю Я уйду Я уйду Ну и Крайняя такая песня Мамча с этим Мамча с этим Если можно Я ее всегда Пою Даже когда Меня не просят Потому что Песня Написана Очень много лет назад Маме с Студейскими друзьями Сережей Симоновым И Димой Филатовым Но Несколько лет назад Был такой Сделан Как бы Поэтический На текст Был такой Ремикс Или Ремикс Я не знаю Ремикс Знаю Вот И вот Попробую Сейчас я спеть Я ее пою Очень часто Еще раз Ну а сегодня Она вообще Я думаю Что к месту Многие В зале знают У нее Глитчика Подпевай Пожалуйста Подпевайте Мы по-прежнему Старе Мы по-прежнему Старе Спим Поближе К батареям И унылые Щеки Буреем На которых Сиди Да А вчерашнего Спит Гова Полутра Нам так Хреново На чигет Хочу я Зново Да нельзя Болит Спина И Будем Водку И боржом Торт Морожено Да Кушать Вилкой И ножом Как положено Да Выходить Из-за стола Будто Ощупью Выдыхая Из горла Нашу Общую И Роняя По пути В ближние И гуляя До пяти Как в давнишние Эх В удалые Времена Бессобашные Чтоб наутро Вспоминать Про вчерашнее Но пока Не опустел Ведь душа Положи тел И пока Не отлетела Однозначно Хороша Тем Что в ней Искра Теплится И от строк Светлеют Лица А ночами Юность Снится Значит Юная Душа И Будем Водку И Коньяк Пиво Пенное Да Элитарное И Обыкновенное Просыпаться По утрам Будто Заново Слышать Вечное Пора Выход За Налес И Роняя По пути Будли Лишние Оставляя Для себя Только Личное Раздавая От души Людям Вечное Превращая Нашу Жизнь В Бесконечное И Будут К водочке Грибки Чай С Ватрушками Да Как Сойдутся Старички Со Старушками Так По Прошлому Пройдут Будто Ощупью Напевая Как Всегда Нашу Общую АПЛОДИСМЕНТОМ АПЛОДИСМЕНТОМ Спасибо Друзья А вот Еще раз Поздравляю Бесконечного Талантливых Людей А мы Сейчас Все На сцену Ну Вставайте Да Ничего Не Все Не Все А Выступавшие Сегодня Просим Да 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 Выступавшие И Выбивающие Как Они Работают Работают Подел Микрофон Все Микрофоны Работают Друзья Ну Как Всегда Это Экспром Практически Ну Немножко Заранее Приготовлен Но Не Репетированные Ни разу Ну В этом Наша Фишка Ну Что Для Талантливых Людей Репетиции Для Бездарности Как Вы Знаете Грим Для Уродов Вот Мы Как Под Этим Живем Поехали Стоп Не Далее И Очень Сложно Станализ Не Промахнул Да 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 На Бенефисе Как Случайно Встретили Мы Вас Ах Нет Неправда Мы Вас Ждали Не Нужно Нам Других Наград Сегодня Зритель Просто Клан Мы О Томов Всегда Мечтали Мы О Мечания Не Даем Писать Стихи Не Только Днем А Утром Вечером И Ночью Мы Будем Выставать Для Вас А Вы Хотите Служить Нас В Году Так Минимум Пять Раз Нас Наш Бенефис И Мел Успех Спасибо Зритель А На Смех За То Что Я В Скор В Зар Сегодня Вас Не Обещал А Бенефис А Бенефис Не Повторить И Все А Бенефис У Нас И Писем И Стихом Еще На Смех Вечером А Бенефис А Бенефис Начина Смех За Смех За То Что Это Смех Зал Сегодня Вас И Два Пищал А Бенефис А Бенефис Не Повторить И Все А Бенефис У Нас И Писер И Стекут Начина Сот Вечером Спасибо Вам Друзья Что Вы Пришли На Наш Бенефис Спасибо Спасибо Замечательные Зрители Сегодня Как Много Я Хочу Назвать Кто Нам Помогал Станечка Это Надежда Нежова Деглин Вадим Зверев Юрий Викторов Александр Кигай Наталья Хозяйнова И Михаил Калинки Спасибо За Звук Здоров Спасибо Слово Предоставляется Хозяйке Этого Зала Ирочке Калашниковой Между прочим Замечательная Певица Барт Исполнитель Автор И вообще Володя Танечка С днем Рождения Вас С наступающим И С наступающим Творческих Вам Узбеков Будьте здоровы Счастливы Приходите К нам Еще Вот Чтобы праздник Был У вас Каждый день А мы вернемся Даже не найдем Мы все были счастливы Что вы Вы пришли А вы родились Мы стали счастливы Счастливы Субтитры подогнал «Симон»